и всем привет мои дорогие друзья подписчики и зрители моего канала меня зовут александр я продолжаю играть в арк survival и в олд на сервере тамагочи с модом аннаки и вот сижу я понимаю что сижу здесь высоко сижу далеко угрыжу но не показываю вам что у меня за спиной можно так сказать ну да ладно собственно серого рано или поздно придется показать вот такая вот у меня начинает проявляться база твою мать не только пушку нажал вот нажал пробел чтобы подниматься в итоге на пробел же он садится вот попытался я сделать хотела как сделать сплошниковую базу но если сделать спуск с крышу то к ней на фундамент не стакается проблемка такая вот маленькая у меня получилось но не беда я уже придумал как я переделал по-другому и сделал вот такую-то пока что огромную базу как видите по контуру я сделал заменила сначала все дело каменной по контуру потом заменился на металл здесь у меня устанавливается классные штуки кстати видите на отражение все дела то есть далеко так встать то видно видны отражения и это офигенно как круто офигеть а все благодаря тому что у меня на настройки высокая высокая конечно еще сглаживание убрал то есть у меня было сложнее среднее среднее низко низко высоко целом вот с такой вот графикой смотрите просто отражение всегда с такой графикой я могу играть спокойно сейчас на записи вы видите на 15 fps смотрите насколько эта разница по сравнению со стримом сейчас идет запись не чувствуется до разница у меня сейчас да я не ошибаюсь я сейчас запущен браузер и по сути я сейчас показывают тот же самый эффект что и на стриме но сейчас у меня запись идет и у меня бэск не жрет вот и поэтому я могу себе позволить вот такие настройки то есть проще говоря на записи вот с такими настройками у меня фпс чуть чуть больше и лагов чуть чуть меньше нежели на стриме на самых минималках ну да ладно об настройках я рассказал о настройках и давайте расскажу как я строил базу видели вот такие это стены делаются они довольно таки легко написано как 12 нормальных стен 12 нормальных стен это как ворота то есть он занимает один фундамент по простому говоря 7 таких стенок занимают площадь от них ворот это круто это просто офигенно это офигенно экономит время сколько на трат ресурсов сейчас я вам покажу давайте на место вот так и а ну хотя можно было пешком добежать ну ладно раз уж ты пижара значит на пижара вот как видите я полностью все снес я снес гараж и так далее кстати такая стенка позволяет поставить в текстуры видите да у меня текстуру вовнутрь заходит и она позволяет поставить в текстуры эти самые стенки главное чтобы первый фундамент стоял там где нужно вот еще потолков и не уверен я думаю что из-за потолков будет у меня проблемка и мне придется этот уголочек срезать ну да ладно к этому я потом уже сам вернусь и вернусь так сказать о светильничек один здесь поставил два просрал потому что я это то я снял а про те два потолочных забыл также у меня пока что кормушка еще здесь стоит надо и фикс не а кстати я же здесь немножечко немножечко я начал с чего я начал того что я себе немножечко здесь инвентарь под разобрал и сделал то есть у меня вот ресурсы все так аккуратненько сложены почти уже аккуратненько здесь всякий хлам который я могу взять собой типа стрелы и так далее здесь у меня шмотки два металла 2 хитина 2 вот кстати маскировочные они бить и все желтые практически кроме это фиолетовый этот один красный то есть я оставлял по два экземпляра каждого все строй я просто выкидывал я выкинул здесь хлама наверно с полсотни давай с пол тысячи хлама штук 400 хлама я точно выкинул то минимум вот всякого говна по на выкидывал оставил себе сет меховой именно и дед мороз который и меховой сет у меня остался такой также бронированные и противогаз и шахтерский шлем все остальное а именно для подводного плавания оставил абсолютно все потому что это говно ломается очень часто здесь у меня лежат построечки всякие разные по строчке седлая скидывал тоже пускай там лежит здесь у меня всякое оружие и обвесы для оружия 5 да вот это вроде пистолета или другой пистолет с где у меня где-то здесь должен быть пистолет у меня должен валяться должен должен валяться нужно валяться нет не валяется общем на пистолет с вот и вот и вот этот пистолет damn yong он очень помогает помогал мне постройки потому что он убирает даже вот такие обычные то есть с плюс постройки можно подобрать а такие постройки только можно разрушить но благодаря этому стоит может подобрать любые постройки кстати даже кормушки можно подобрать это круто так дальше давайте я покажу она здесь я уже показывал здесь у меня всякие краски краски с кинами ну и здесь у меня пока что удобрения всяко лежит здесь у меня лежит когда я вот так поставил столик столик сидишь за столиком я такой хороший за столиком сижу вот и в общем в этом столике у меня лежит камень дерева соломы ну и всяко вот он кстати дамаган а вот мы сирка и всякое хламье это для постройки я это все брал чтобы строить вот собственно я отсюда все забирал и строил на все вот это вот ушло у меня металла около 50 тысяч да и сделали только половину вот поэтому я сейчас думаю что я отправлюсь на еще лутания много лутания на металла а еще больше как говорится металла попросить лутать и уже будет все хорошо лутаю я анкилой именно бодас анкилой все еще все еще именно ею здесь как видите у меня нефть осталось это все что у меня так сказать осталось с того лутания это вот нефти дофигища у меня осталось грибов я дофига налутал именно с кристаллов кристалла можно выкинуть ну да ладно эти уж пускай лежат до конца потом их уберу вот база собственно преобразуется здесь я доделаю все фундаменты как положено в металл и потом сделаю здесь у меня будет каменная крыша а может быть и металлическую рампу сделаю я думаю наверное рампу им конечно сделать все таки все на здесь из металла я все хотел делать из камня а потом как начал тут эти металлические стены делать это поле и фундамент короче заменю и собственно ее ворота поставлю тоже металлические с воротами здесь была проблема он 각 ли кстати вались они прям конкретно все пристойчивая к фундаменту и очень тяжело было их поставить чтобы er będę стал ровненько аккуратненько бог пока что на данный момент и поставил здесь одни ворота там двое ворот. А не, наоборот, здесь двое ворот. Блин, да, здесь двое ворот, там одни. Сначала были там двое ворот, здесь одни, но я накосячил, теперь они так стоят. Здесь фундамент не ставился. Как видите, здесь у меня каменные крыши, но благодаря моду S+, здесь фундаменты очень даже ставятся. Я потом заполню это пространство, и у меня будет ровненький пол. И, кстати, да, я здесь, когда убрал фундамент, каменный, я заметил, что провод теперь очень даже виден, но его можно сделать вот так. Хайт. И так вот. Тебе не видно. Бау. И он исчезает. Только один там светлячок, вот он, светлячок, летает в воздухе, который позволяет питать абсолютно всё. Собственно, все микропровода, отходящие от розетки, также спрятаны, и поэтому единственное, что видно, это маленький светлячок. Ну, как говорится, база-то базой, а лутать нужно. Что же я ещё хотел рассказать? В общем, здесь у меня Дина будет сидеть. Здесь я сделаю маленький загон. Я также сделаю забор вокруг, может быть, и не буду делать загон вокруг, может быть, я просто огражусь именно по периметру. Сделаю маленькую гавань, маленькую пристань, просто для красоты, и уже буду делать ворота. Вот. Ну и, собственно, собственно, что? 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 В общем, пошёл я полутаюсь. Если что, интересно, найду, включусь. Кстати, я просто офигел, когда я первый раз пришёл. На Анкиле такое ночь, темнота, я спускаюсь на Анкиле, начинаю лутаться. Лутаюсь, лутаюсь, бум-бум-бум, прибегает Рекс и давай меня грызть. Ну, я недолго думаю, шлёп-шлёп-шлёп, в общем, я его убил. Рекса, ядрить, смотри, он убил Рекса. А всё благодаря тому, что я ему качаю ближний бой для того, чтобы он мог лутать больше. В чём весь прикол? Ну, Рекс был не маленького левла, вот, в чём весь прикол, благодаря этому и... и Анкила прокачалась у меня. В общем, и дело сделал, какое нужно, и Анкилу прокачал. Вот, Анкилу я качаю ещё бутылями на экспу, чтобы она у меня прям конкретно прокачалась, потому что тем больше дамаг, тем больше лутается, и дела. В общем, короче, я решил качать Анкилку до максимума. Почему? Зачем? А что бы было? Вот, и поэтому я вот так вот потихонечку иногда закидываю в неё бутыльки. Но этого вполне предостаточно, даже этого иногда. Вот, ну, в общем, что? Про настройки рассказал, базу показал, пошёл я полутаюсь и что-нибудь ещё увижу. А, не увижу, значит, включусь тогда, когда уже залутаюсь и покажу весь результат. Кстати, ну как я мог? Блин, я же вам не показал вот эту вот штуку Warden of the Snow костюм. Вот, такой вот костюм. Да, это тот самый костюм, который выпал в Warden в прошлой серии. Вот так он выглядит. Просто офигенно. Это просто, честно, реально офигенно. Он как красный, ядрёный материн. Я специально на белого надел, потому что чёрный он и так прикольный. И без этого. Вот, а на эту, на белого я надел просто в Warden of the Snow костюме. Теперь у меня на базе стоят четыре Warden. Уже реально четыре Warden. Это Гига, Аргентавис, Черепаха, и Мегапитек. Ну, так вот, потихонечку, не торопяюсь, так и всех Warden'ов у себя на базе соберём. А, ну, кстати, если вы заметили, то у меня чемпион полностью апнутый до конца. Здоровье у него сто тысяч, я ему сделал вес, я ему сделал тридцать одну тысячу, но в этом не вижу смысла, двадцать одну тысячу было бы вполне достаточно. Почему? А потому что даже сраного тучи металла залутав, я ему забил только десятку. Сраного тучи металла и сраного тучи камня. Я ему забил десятку только. Ну, и скорость передвижения я ему сделал две сотки, и это просто офигенно, какой быстрый истребитель, черт побери. Он теперь очень быстро летает, и это очень круто. Кстати, не стал его разгружать, что думаю, две тысячи всего фигня, так что смысла в этом не вижу. И просто так полетел. Кстати, лазая здесь, я увидел такого фигня. Смотрите, обычный куст и в самом конце редкие цветы. Да, все-таки с этих. Я думаю, мне тогда мало ли с чего с другого выпало. А нет, нифига. Именно вот с таких пушистиков и выпадают цветочки редкие. Шанс, конечно, небольшой, но в целом неплохо. и это радует. Мне сказано, радует, что можно просто так вот бегая, лутая то, что нужно, добыть редкие цветочки. Вот. Ну, а я бегаю, бегаю, тут метальчик лутаю, здесь вот база амазонок, я не знаю, что за фигня, почему мне тогда были некие претензии выдвинуты о том, что у меня там типа про мою дачу, помните, да, я когда-то строил свою дачу, когда кицаля, то есть на волках бегал в пещеру-то и оставлял кицалю в домике. Мне за эту фигню типа претензии о том, что нельзя оставить, то есть один трэп имеет право держать у себя только один домик, одну базу. И ну, я отставил свои права, конечно, да, я выставил в том, что это мой домик, и что за фигня, я хочу, чтобы он у меня был. Что, типа того, только там более развернуто, вот, ну, мне сказали, да, все нормально, короче, типа, можешь этот домик себе оставить, то есть, если он реально тебе настолько нужен, и это не просто тупохалупа, ну вот, а функциональный. Вот, хотя это было тупохалупа, и я не пользовался, только пользовался тогда на стриме, только и все, ой, не на стриме, на записи. Вот, ну, не в этом суть, самое главное, что я отстоял, да, но какого фига у амазонок столько много разных баз, и это не одна база, у них реально очень много разных баз, и, по сути, они как бы нарушают правила, но им ничего, не знаем, что это когда где, может быть, донатеры, они, в том плане, что они донатят, поэтому, как бы, к ним претензий мало, а может, я отстоял свои права, потому что они посоветовались, и, оказывается, они знают, что я снимаю тут, ну, потому что знают то, что, не все, конечно, знают, знают то, что я снимаю видео на этом сервере, и, как бы, все хорошо, вот, может быть, из-за этого я смог отстоять свои права, якобы, отстоять свои права, ну, по простому говоря, мне просто разрешили всем этим заниматься, то есть, строить несколько баз, не знаю, ну, в общем, что я включился-то? Цветочки, короче, с этих пушистиков добывать можно, вот такие дела, хе-хе-хе, ну, вот, кстати, еще плюс 200 цветов, говорится, побегал, полутал немного, и 200 цветов, в итоге я бегал только ночью, это чуть меньше 20 минут я провел в целом, и более 50 тысяч металла, именно руды, я добыл, вот, даже можно посчитать немножечко, так, не тот язык, язык не тот, так, 10, 20, 30, 40, 50, 53, 590, тысяч металла, я добыл, это учитывая, что здесь мне нужно бегать, и так далее, но, есть еще другое место, где я хочу подлутаться, ну, и, собственно, кто-то догадался, кто-то забыл, а кто-то уже задумался, а какого фига он не лутает, около себя металл, конечно же, лутая, я сюда периодически прилетаю, и, конечно же, лутаюсь по ресурсам, вот, здесь очень много металла, я бы даже так сказал, здесь один только металл, который залутать очень довольно-таки легко, и, не составляет мне это проблем сделать, кстати, для тех, кто задумался, почему я, так сказать, задается вопросом, почему я бегаю не на Альфе, а на, именно на Бадасе, я, для меня, так сказать, был один критерий, ой, Кайруру завалял, чтобы легко заворачивался, потому что, маневренность у него не очень, вот, смотрите, и почти 5000 металлов, вот такие два, маневренность у него не очень, а, мне это очень сильно, так сказать, важно, и, вот, такой разворот, делает, Бадас на два фундамента, а Альфа, 3-4 фундамента, примерно так вот, радиус, поворота, так сказать, что, явно, дало огроменный плюс, ой-ой-ой, двигаться не могу, что дало, явно, огроменный плюс для Анкилы, и, огроменный минус, ой, для Анкилы, Бадас и Аграмины, минус для Анкилы, Альфача, вот, поэтому, собственно, я и бегаю на Анкиле, именно на Бадасе, а не на Альфа, вот, ну, это, кому интересно было, добывают они, примерно одинаково, по крайней мере, у меня, вкачаны они так, чтобы они добывали, примерно одинаково, и, тем более, эту я уже, раскачал, как вы видите, урон 1200 стал, то есть, я вот, или все скормил, и урона стало больше, так что, как вариант, она уже и добывает больше, нежели, нежели Альфач, вот, поэтому, как бы, в этом плане, я и считаю, что лучше всего бегать, именно, на ней, ну, и давайте смотреть, более точное количество металла, который я добыл, так, металл, 64 580 металла, я добыл, что, довольно-таки, само по себе, уже неплохо, да, так, но, это, конечно же, нужно пережаривать, для этого я поставил здесь ступочку, вот такую вот, так, металл, встанет, о, отлично, достает, перекидываем весь металл сюда, два в себя, два сюда, включаем, и вот она потихонечку начинает пережаривать, без лишних заморочек, по десяточке, нет, даже по тридцаточке, а, нет, по двадцатке, получается, жаришь, ну, алё, блин, давай уже, потихонечку пережаривают, количество металла очень огромное, но я лично рассчитываю на то, что мне должно хватить, очень на это рассчитываю, что мне должно хватить, всего вот этого металла, который я имею сейчас, на данный момент у себя в инвентаре, на постройку, а именно достройку моей базы, по крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю, вот, ну, а что, да как будет, это уже будет, как говорится, потом, понятное дело, я не буду вас мучить постройкой базы, и в целом, это видео было для того, чтобы рассказать о том, как я построил базу, и что для этого я использовал, стены, понятное дело, я возводил не так, как нужно, по один, точнее, не так, как делают многие, по одной, а так, как нужно, и давайте, я сейчас забыл же показать, стоит она 30 слитков металла, и 84 цементной пасты, ну, цементную пасту я могу наделать тоннами, потому что у меня хитина сраного туча, и я так подумал, а нафига мне столько хитином, кстати, так, 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 вот, хитин, 76 тысяч, и это практически все я вывез из подземелья, учитывая, что сраного тучи хитины я повыкидывал, ну, вот такие дела, так, и давайте сравним, то есть это получается как 7, 12 стенок он же идет, да, он как 12 нормальных стенок, и обычный, стена, ой, господи, стена, я металл стену не изучил, отлично, че, а, точно, она создается же, ой, в станке, не, стоп, не в станке, в оргбенче она создается, в оргбенче, стена, ой, куда я покрутил, стена, 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 постройки, металл, и давайте посмотрим, стена, стена, 25, 5 слитков металла, и 7 цементной пасты, то есть 25 умножаем на 12, получаем 300, что то же самое, и 7 умножаем на 12, 84, что то же самое, то есть по ресурсам мы имеем те же самые стены, но по времени мы сраного тучи времени экономим, потому что просто тупо возвести 12 стен вверх, и состряпать одну, или же возвести 12 стен по горизонтали, и состряпать сраного тучи стен, это очень, 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 короче, экономит ваше время, и это просто офигенно, сейчас сюда камешек уже перекину, и все будет офигенно, вот, вот видите, камня у меня тоже сейчас уже 35 тысяч, камня у меня сраного сколько много, и я его буду уже в следующий раз выкидывать, потому что мне он в таком количестве просто-напросто не нужен, давайте сейчас посмотрим, сколько, почему я именно созрел, потому что там посмотреть невозможно, а посмотрим именно здесь, камень 63 тысячи, мне этого камня хватит на долгие, долгие, долгие времена, вот такие дела, народ, в общем, готовую базу я уже покажу вам потом, но в целом я не буду вас, конечно, томить, я хочу здесь полностью, то есть мне осталось, что, возвести вот там по центру стены, покрыть все потолками, поставить ворота, здесь у меня будет возведена, то есть такая же маленькая коморка, то есть маленький домик в уголку, в углу будет стоять, и также я сделаю определенное место, где у меня будут летуны, то есть летуны сверху, эти все снизу, огромные будут, вот здесь все стоят, все огромные здесь будут стоять, летуны вон там наверху, в общем, я их распределю, и все будут у меня стоять внутри, здесь у меня будет маленький загон, там будет ограждено воротами, и будет маленький причал, все это покажу уже в следующих сериях, ну, а я на этом буду с вами, пожалуй, прощаться, не забывайте, подписаться на канал, поставить лайк, ну, подписаться, конечно же, если вы первый раз на моем канале, поставить лайк, конечно же, если вы в целом любите мои видео, и вам нравятся мои видео, хотя бы одно из них, поэтому вам стоит поставить лайк на всех видео, вот, написать в комментариях, вообще, напишите в комментариях идеи и так далее, лишь у меня в идеях, в планах, притомить Дрейка, притомить, ой, господи, Виверну в соло, и того, и того в соло, вот, потом, попробовать, по крайней мере, потом, поубивать фарденов, возможно, и в соло, вот, и, и, а там может, Примодиус, или как он там, хосприявич, я не путаю, как он называется, в общем, обоих Селестилов, я хочу, тоже, притомить, для них, нужны, вот эти матрицы, вот, Примодиус, да, Примодиус, правильно, для Примодиуса, да, нужны эссенции, для этого, для, ой, господи, как это там, а, это, Туду Рекса, Туду Рекса, тоже нужны эссенции, а, что там за Примодиус такой был, интересно, ну, да и фиг с ним, в общем, это для летуна, в общем, попробуем, попробуем все это сделать, и уже, посмотрим, что, да, когда, где, будет, все, на это все, я уже говорил, что нужно делать, поэтому, на этом, всем удачи, всем пока, всем счастья, и добра, в общем, пока.